Привет всем, кто заглянул на мой канал. В 21 веке подобные проблемы, как блики на оптике, решаются без особых проблем. Для этого завода изготовители оптических приборов придумывают различные аксессуары, например антибликовые насадки. Однако лет 20 или 30 назад нашим солдатам о подобных вещах можно было только мечтать. Армейская винтовка СВД чаще всего комплектовалась штатным прицелом, в комплект к которому теоретически должна входить специальная бленда, которая защищала от бликов. Но такие вещи как бленда или наглазник в армии были роскошью. Если во время афганской войны на вооружение армии не жалели ресурсов, то во время чеченской войны со снабжением был полный бардак. А тем временем солнечный блик от снайперского прицела в лучшем случае раскроют позицию снайпера, в худшем будет стоить ему жизни. Наверняка многие из вас смотрели кино про снайперские дуэли, в которых показано, как за солнечным бликом моментально следует точный выстрел снайпера противника. Разумеется в кино все показано с преувеличением, но по факту это действительно так. В идеале, подготовленный снайпер обучен правильно выбирать себе позицию. На открытой местности нужно укрываться в тени с учетом движения солнца, в городских застройках в качестве огневой позиции лучше выбирать затемненные места в глубине зданий. К сожалению, в начале 90-х годов российская армия не была обучена должным образом. Хорошо, если солдатам попадался в качестве командира офицер, имеющий реальный боевой опыт, который мог подсказать им, как вести себя на поле боя. Но в большинстве случаев, что офицеры, что солдаты не имели никакого опыта. Поэтому, чтобы не выдавать свою позицию снайпера, использовали различные подручные средства. Например, для того, чтобы сделать линзу снайперского прицела, антибликовой, русские солдаты использовали такой прием. Поджигался кусок обычной резины, при горении которого образуется копоть. Этой копотью обрабатывалось стекло передней линзы прицела. Тем самым получалось сделать его антибликовым. Но тут главное не переусердствовать, потому что копоть может отразиться на пропускной способности оптического прицела. Между прочим, при помощи резиновой копоти в некоторых подразделениях маскировали не только линзы прицелов, но и любые блестящие предметы, например, лезвие ножей, кокарды, стекла обычных биноклей и дальномеров. Другой способ использовали чаще солдаты-контрактники, заключался в следующем. Отправляясь в командировки, контрактники брали с собой из дома самые обычные капроновые колготки или чулки желательно черного цвета. Небольшой кусок колгот крепился на передней линзе, тем самым маскировал снайпера. В крайнем случае, вместо колгот можно было использовать медицинский бинт, который также коптили в саже и потом крепили на прицел. По похожей методике сегодня промышленные предприятия изготавливают и поставляют в комплекте с оптическими прицелами специальные насадки в виде сеточки. По внешнему виду сеточка напоминает пчелиные соты. На рубеже девяностых русским солдатам про подобные приспособы можно было только мечтать. Вот и приходилось зачастую обходиться своими силами. Надеюсь было интересно. Не забываем ставить класс и подписываться на канал.